Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Нас попросили озвучить толкование на остальные книги Нового Завета. Но сейчас у нас какой это том? Второй. Второй том. Вот он. Видно? Это у нас Новый Завет с толкованием блаженного Феофилакта и с откровением. Это большое дело. Идем дальше. Деяния апостолов. Пятая глава. Громче считай. С 33 по 36 стих. Слышав это, они разрывались от гнева и умышляли умертвить их. Встав же в Синедрионе некто фарисей именем Гамалиил, законоучитель, уважаемый всем народом, приказал вывести апостолов на короткое время. А им сказал, мужи израильские, подумайте сами с собою о людях сих, что вам с ними делать. Ибо незадолго пред Сим явился Февда, выдавая себя за кого-то великого. И к нему пристало около 400 человек. Но он был убит. И все, которые слушались его, рассеялись и исчезли. Что же касается Гамалиила, так это был учитель Павла. И достойно удивления, как он, будучи законоучителем и человеком по уму рассудительным, не уверовал еще до сих пор. Это потому, что и Павел еще не уверовал. Обрати внимание на мудрую приспособительность речи. На то, как Гамалиил тотчас поверг их в страх. И чтобы не подать подозрения, что он разделяет апостолов мысли, беседует с иудеями, как с людьми, одних убеждений. И не особенно резко выражается. Он приводит два примера и упоминает не о древних, но о последних событиях. Потому, что эти последние сильнее в деле убеждения. Зная и другие примеры, он удовольствовался этими двумя. То есть, примером Февды и Иуды Галилеянина. Не сказал, кем были убиты, но говорит, что все разошлись. О Февде упоминает и Иосиф в девятнадцатой книге древностей. Как говорит Евсей в четвертой книге церковной истории. Вот слова последнего. Во время наместничества в Иудее Фада, один лжеучитель по имени Февда, убеждал народ взять стяжание и следовать за ним к реке Яордан. Говорил, что он пророк и утверждал, что рассечет реку и сделает ее удобопроходимую. И многих обольстил. Впрочем, Фад не допустил, чтобы они осуществили свою неразумную мысль. Но послал отряд конницы, который многих из них избил и многих взял живыми. А самому Февде отрубают голову и приносят в Иерусалим. Деяние апостолов, 5 глава с 37 по 42 стих. После него во время переписи явился Иуда, галилеянин, и увлек за собой довольно народа. Но он погиб, и все, которые слушались его, рассыпались. И ныне говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их, ибо если это предприятие и это дело от человеков, то оно разрушится. А если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться и Бога противниками. Они послушались его, и призвав апостолов, били их, и запретив им говорить о имени Иисуса, отпустили их. Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. Толкование блаженного Феофилакта. Во времена Пилата случилось, кажется, восстание галилеян, увлекшихся учением Иуды, галилеянина. Учение же Иуды состояло в следующем. Он говорил, что господинам не следует называть никого ни ради чести, ни за любомудрие, что не следует называть тогда же царя. И многие из последователей его подверглись жестоким наказанием за то, что не называли господином Кесаря, и за их учение, что не следует возносить Богу никаких других жертв, кроме установленных в законе Моисеевым. Следуя этому учению, они запрещали приносить жертвы о спасении царя и римского народа. Пилат, естественно, вознегодовал за это на галилеян и приказал, чтобы в то время, когда они будут приносить законные, по их мнению, жертвы, убивали и их самих. Так что с приносимыми жертвами смешивалась кровь и приносящих, как это видно и из Евангелия от Луки. Указав на примеры погибших лжиучителей, Гамалиил советует им подумать и о себе. «Именно опасайтесь, чтобы среди стараний погубить других самим не погибнуть, потому что тот, кто идет против того, что угодно Богу, тот губит не противника, а себя. Если от человека в дело сие, то какая нужда в ваших домогательствах, а если оно от Бога, то и при всем старании вашем вы не сможете разорить его». «Не сказал прямо, что дело это от Бога, но не сказал и того, что оно дело человеческое, потому что если бы сказал, что оно от Бога, то архиерей и Ижи с ним стали бы возражать, а если бы сказал, что оно от человека, то предал бы апостолов в их руки». Таким мудрым построением речи Гамалиил принуждает их ждать ее конца. «Но смотри, не сказал, если оно не разорится, то оно от Бога, но сказал, если оно от Бога, то не разорится». «Как же иудеи били апостолов, если послушали его? Послушали его в том отношении, что отказались от намерения убить их, потому что они хотели этого, и потом покинули это свое желание, но били их, удовлетворяя своему гневу». «Плава шестая. Деяния апостолов. В эти дни, когда умножились ученики, произошел у еленистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей». «Толкование блаженного Феофилакта. Не в те же самые дни, но через несколько дней после этих. Такой оборот речи обычен Писанию. А еленами, по моему мнению, называют лиц, говоривших по-елински». «Итак, служение вдовицам было делом каждодневным. Служением называют делами милостыни. Презрение же вдовиц произошло не от худых качеств, но от оплошности народа. Поэтому, как только забота о них была народу предложена, прекратилось и горе их». «Идеяние, 6 глава, со 2 по 7 стих. «Тогда двенадцать апостолов, созвав множество учеников, сказали, «Нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищись о столах. Итак, братья, выберите из среды себя семь человек, изведанных, исполненных Святаго Духа и мудрости. Их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. И угодно было это предложение всему собранию. И избрали Стефана, мужа исполненного веры, и Духа Святаго, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников их. Их поставили пред апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки. И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножилось в Иерусалиме. И из священников очень многие покорялись вере». Покорились. Покорились вере. Толкование блаженного феофилакта. Не сами апостолы избирают, но предоставляют избрание народу, который и имел получить пользу от служения их, диаконов. Он и избирает, и назначает. Необходимое следует предпочитать тому, что необходимо. Называет писателя... Что не необходимо. Что не необходимо. Называет писателя их не просто духовными, но исполненными Духа и Премудрости. Потому что принимать жалобы вдовице было делом величайшей мудрости. На мужа возлагается рука. Вот в чем состоит хиротония. Но все совершает Бог. Какую же хиротонию получили эти семь мужей? Диаконскую ли? Они рукоположены были на это именно дело. То есть на доставление верующим необходимых потребностей. Деяния апостола, 6 глава, с 8 по 15 стих. А Стефан, исполненный верой и силой, совершал великие чудеса и знамения в народе. Некоторые из так называемой синагоги либертинцев и киринейцев, и александрийцев, и некоторые из Килики и Асии вступали в спор со Стефаном. Вступили. Вступили в спор со Стефаном, но не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Тогда научили они некоторых сказать. Мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и на Бога, и возбудили народ и старейшин, и книжников, и напав, схватили его и повели в Синедрион, и представили ложных свидетелей, которые говорили, «Этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место сие и на закон, ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус на заре разрушит место сие и переменит обычаи, которые передал нам Моисей. И все сидящие в Синедрионе, смотря на него, видели его, как лице ангела». Толкование блаженного феофилакта. «Смотри, как из семи, один был предпочтен прочим, потому что, хотя хератония и была общей, однако же этот стяжал большую благодать, обратив взор и на то, что до этого времени он не творил чудес, но стал творить чудеса, когда сделался известным, как избранный и рукоположенный, чтобы показать, что одной благодати недостаточно, но необходима и хератония. Итак, через рукоположение сообщилось приращение духа, чтобы, потому что еще до хератонии, при избрании об нем было засвидетельствовано, как исполненном духа, но дары духа различны. Восстанием называют их раздражение и гнев. А сонмища были разные, состязались для того, чтобы вынудить его сказать что-нибудь. А он, быть может, беседовал очень откровенно и говорил о прекращении закона. Или, вернее, не говорил, а намекал. Он не предоставляет себе права учить, но вынуждается к этому состязающимися с ним. Состязатели свидетельствуют не сами, потому что их в тот час изобличили бы, что они клевещут на Стефана по зависти, но подкупают других, чтобы не сочли это дело неправым, потому что они не Бога боялись, оскверняя себя убийством, но взор свой обращали на мнение людей. Всюду лжесвидетельства. Не хотели убить просто, но по приговору, рассчитывая на то, что этим они подорвут доброе мнение о тех, кого убивали. Велика была между ними боязнь за церковь, но обвинение было двойное. Обвинение в том, что он намерен изменить обычаи, и в том, что намерен ввести иные обычаи. Бог соделал Стефана приятным, так как он имел еще сказать несколько, то, чтобы тот час поразить их его взором. Бог осиял его лицо, потому что и к лицам людей, исполненных духовной благодати, любящие их, относятся с вожделением, а враги с почтением. Глава седьмая. Деяния апостолов. С первого по седьмой стих. Тогда сказал первосвященник, так ли это? Но он сказал, мужи, братья и отцы, послушайте. Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии, прежде переселения его в Харан. И сказал ему, выйди из земли твоей, из родства твоего и из дома отца твоего, и пойди в землю, которую покажу тебе. Тогда он вышел из земли халдейской и поселился в Харане. А оттуда по смерти отца его переселил его Бог в сию землю, в которой вы ныне живете. И не дал ему на ней наследство, ни на стопу ноги, а обещал дать ее во владение ему и потомству его по нем, когда еще был он бездетен. И сказал ему Бог, что потомки его будут переселенцами в чужой земле и будут в порабощении и притеснении лет четыреста. Но я сказал Бог, произведу суд над тем народом, у которого они будут в порабощении, и после того они выйдут и будут служить мне на всем месте. Толкование блаженного Феофилакта. Сами они и не думали о том, что позволяли себе богохульные действия, а его обвиняют в богохульстве за слова. И на уме у них всегда Моисей. Они не столько заботились о делах Божьих, сколько о постановлениях Моисея. Но Стефан в самом начале речи опровергает их мнение и доказывает, что ни храм, ни обряды не имеют значения. И что они не превозмогут проповеди евангельской, что Бог трудное и невозможное делает легким и возможным. Замечай, речь к ним из того именно и состоит, что, пользуясь постоянно Божиим человеколюбием, они заплатили своему благодетелю противным и домогаются невозможного. Показывают также, что обетование было дано прежде чем эта земля, прежде обрезания, прежде жертвы, прежде храма, что они получили эту землю, равно как и обрезание, и закон. Не по заслугам, но земля была наградой за послушание. Что, когда дано было обрезание, обетование еще не было приведено в исполнение. И что все это были прообразы. Прекрасно именуют в начале речи Богом славы, потому что он садил славными тех, кого поносили. Говорит также, что еще не было храма, а Авраам удостоился видеть Бога, что он своим предкам имел персов и жил в чужой земле. Замечай, как Стефан отводит их мысль от чувственного, начав с местности, так как и речь была о месте. Если же Бог есть Бог славы, то он не нуждается в том, чтобы иметь славу от вас посредством вашего храма, потому что он сам источник всякой славы и всякого добра. Как же Писание говорит, что пожалел выйти, пожелал выйти отец Авраама. Бытие 11 глава 31 стих. Отсюда мы заключаем, что явление Бога Аврааму подействовало на отца его, и он пожелал выйти из земли халдейской. Но этим самым Стефан показывает, что они, иудеи, не дети Авраамовы, потому что тот, покинув и отечество, и родных, явил послушание, а они непослушны. Наблюдай, как беседую об обетованной земле наводит их на истину. Почему не дал Господь наследие Аврааму? Потому что земля это была прообразом другой земли. А если Авраам был чужеземцем и пришельцем, и через несколько времени должен был переселиться, то как мог он иметь эту землю во владении? Итак, наследие Авраама сохраняется через семя его, которое есть Христос, так как со Христом будут царствовать и святые по слову Писания. Матфея 16 глава 27, 5 глава 31 стихи. Снова указывает, что Бог из невозможного силен сделать возможное, потому что сказано, что Он сделает господином Палестины того, кто был в Персии и находился на таком далеком расстоянии. Но тут же заключается указание и на великое человеколюбие Божие, и на великую веру Авраама. Показывает повиновение Авраама и веру, хотя то, что с ним было тогда, склоняло его к противоположному мнению. Смотри, за сколько лет дано обетование и существовал его образ. И никогда не было образа жертвы, никогда образа обрезания. Но этим показывает также, как Бог попускал израильтянам переносить несчастье. Хотя не было ничего такого, в чем бы они были виновны. Написанное в книге исход не противоречит этому месту. 12 глава, 14 стих. А здесь говорится, после 400 лет, но нужно помнить, что не сказано. Вышли, когда исполнилось 400 лет. Сказано приблизительно. после 400 лет, чем не исключается и остальные 30 лет. 25 лет от 1975 года до Сотова Авраамовых, 60 лет Исаковых, 91 год Иаковых, 110 лет Иосифовых, 144 года в Египте, всего вместе 430 лет. И те, которые озлобляли их, делали это небезнаказанно, потому что иудеи переносили горькое и тяжкое рабство, так как египтяне смотрели на них не как на рабов, а как на врагов и противников. Деяние апостолов, 7 глава, с 8 по 16 стихи. И дал ему завет обрезания. По 7 родил он Исаака и обрезал его в 8 день. А Исаак родил Иакова. Иаков же 12 патриархов. Патриархи по зависти продали Иосифа в Египет. Но Бог был с ним и избавил его от всех скорбей его и даровал мудрость ему и благоволение царя египетского фараона, который поставил его начальником над Египтом и над всем домом своим. И пришел голод и великая скорбь на всю землю египетскую и кананскую. И отцы наши не находили пропитание. Иаков же услышав, что есть хлеб в Египте, послал туда отцов наших в первый раз. А когда они пришли во второй раз, Иосиф открылся братьям своим. И известен стал фараону род Иосиф 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 послав призвал отца своего Якова и все родство свое душ семьдесят пять. И Яков перешел в Египет и скончался сам и отцы наши и перенесены были в Сихем и положены во гробе который купил Авраам ценой серебра у сынов Емора Сихемова. Полкование блаженного Феофилакта. Потомкам предоставляется обетование. О предкам бедствия. А обрезывать крайнюю плоть повелено отцам законом потому что Авраам вышел из земли халдейской. Халдеям же равно как имидянам и персам по обычаям отцов их позволялось жениться на матерях и сестрах. Таким образом Авраам обрезается в знак того что он отказывается от плотского смешения и отрицает незаконные родственные браки. А иные утверждают что Аврааму его потомкам заповедано было обрезание для того чтобы было явно что от них имеет быть Христос по плоти. так как мы знаем что обрезание бывшее в Ветхом Завете прообразом заключало в себе образ спасительного крещения и отбрасыванием плоти знаменовало отречение от жизни по плоти и обрезанных делало сынами Божьими. Сначала обрезается в восьмой день Исаак отсюда и Иудеи обрезаются в восьмой же день А Измаил обрезается будучи тринадцати лет поэтому и потомки его Измаилиты обрезаются как говорит Иосиф Флавий также в тринадцатый год не зная за братом никакой вины они так нехорошо поступили с Иосифом и при том в то время когда он пришел к ним с пищей для них и своим поступком содействовали пророчества не сознавая этого и невольно сделавшись виновниками его благополучия хотя и после многих для него испытаний навлекли сами на себя великий страх и несносный стыд хотя Иосиф и не помнил зла и ничего ужасного не замышлял против них а напротив и напитал их томившихся голодом и сделал их известными фараону Стефан показывает что Авраам даже до погребения не был господином земли Деяния апостолов 7 глава 17 по 28 стих А по мере как приближалось время исполнится обетованию о котором клялся Бог Аврааму народ возрастал и умножался в Египте до тех пор как восстал иной царь который не знал Иосифа сей ухищряясь против рода нашего притеснял отцов наших принуждая их бросать детей своих чтобы не оставались живых в это в это время родился Моисей и был прекрасен пред Богом три месяца он был питаем в доме отца своего а когда был брошен взяла его дочь фараонова и воспитала его у себя как сына и научен был Моисей всей мудрости египетской и был силен в словах и делах когда же исполнилось ему сорок лет пришло ему на сердце посетить братьев своих сынов израилевых и увидев одного из них обижаемого вступился и отмстил за оскорбленного поразив египтянина он думал поймут братья его что Бог рукою его дает им спасение но они не поняли на следующий день когда некоторые из них дрались он явился и склонял склонял их к миру говоря вы братья зачем обижаете друг друга но обижающий ближнего оттолкнул его сказав кто тебя поставил начальником и судьей над нами не хочешь ли ты убить и меня как вчера убил египтянина толкование блаженного феофилакта указывает не на то что они умножили умножили в течение 400 лет но на то что имел приблизиться конец так как 400 и больше лет прошло в Египте еще удивительнее то что царь воспитывал того кто имел подорвать его власть то есть Моисея тот кто имел быть умершлен лицом осудившим его на смерть тот образовывался и воспитывался для низвержения воспитателя намекает на то что царь не хотел чтобы умершление младенцев совершалось явно и замечай обетование Божие упрочивалось посредством тех самых обстоятельств посредством которых дьявол силился подорвать его потому что был озлобляем Израиль но возрастал и умножался таким образом Бог производит то что и проданный в рабы становится царем там где был рабом увидев что оно прекрасно пощадили его пощадили но испугавшись повеления скрыли его страх победил и из-за страха они решились бросить дитя но по чувству родительского сострадания употребляют в этом деле хитрость умудряются обойти повеление сделав ковчег в подражании ковчегу бывшему при Ное и призвав Бога Ноева они бросили дитя с ковчегом на реку чтобы и явиться повинующимися повелению и спасти дитя и вот они бросают а Бог не знавший об этом дочери фараона внушает выйти на реку вышла она ничего не зная и нашла то чего не искала и спасен был Моисей символами общего спасения церкви потому что кивот был из дерева из дерева а дерево было от воды и спасение было безнадежному и взявшая Моисея была не иудеянка а из язычник из язычниц и египтянка ни Моисей ни Анания и Даниил с бывшими с ним не получили бы иностранного образования если бы нужда и насилие деспота не принудили их к этому потому что оно не было им нужно ни на что разве быть может кто-нибудь скажет что получить образование хорошо было для того чтобы искоренить заблуждение египтян поразив египтянина Моисей отомстил ему за угнетаемого им не по иступлению и не по гневу убил он египтянина но по ревности о Боге а то что совершается по ревности о Боге хотя бы и было убийством не есть убийство вот что услышал Финиез убивший двух одной рукой число 25 глава с 5 по 11 стих Финиез сын Ильязара сына Аарона священника отвратил ярость мою от сынов Израилевых возревновав о мне среди их и я не истребил сынов Израилевых в ревности моей а то дальше толкование а то что сделал Моисей было неразгаданной загадкой потому что было знамением того что через Моисея Бог имеет погубить египтян и спасти израильтян Моисей же думал что братья его понимают что через него Бог дает им избавление впрочем божеское покровительство видно было из самих дел какое еще нужно было понимание однако же и при этом они не понимали те же самые слова какие говорили потом Христу платить за добро обидою это в духе иудеев иначе 30 минут прошло иначе иначе все иначе все так минутку постойка 51 должно быть все на этом